добрый день мои дорогие мы продолжаем с вами сезон консервации и сегодня мы будем делать баклажаны на зиму здесь у меня два килограмма баклажанов на это количество вам потребуется один килограмм помидоров я беру самые такие недорогие помидоры где-то 800 грамм перца 800 грамм лука хороший пучок кинзы и примерно 100 грамм чеснока также нам понадобится естественно соль сахар и растительное масло те пропорции я напишу под видео баклажаны нарезаем вот такими примерно частями не мельчим сильно баклажаны как губка они все равно все разварятся у нас если у вас сорт баклажанов горький не забудьте вот это количество посыпать примерно двумя столовыми ложками соли и дать чтобы все это стекло чтобы горечь ушла перец болгарский мы нарезали кубиками нужно еще измельчить чеснок либо ножом либо через чеснок подавилку лук я порезал просто как обычно на жарку кубиками помидоры ну и потом я также измельчу кинзу в кастрюлю выливаем 300 миллилитров масла растительного но у меня растительного не хватило столько поэтому я здесь три вида оливковое растительное и хлопковое масло должно быть много и разогретое масло высыпаем лук помешиваем его хорошо прожариваем у нас закрутка будет без уксуса поэтому все овощи должны быть очень хорошо прожарены лук прожариваем минут двадцать наш лук тушится 20 минут в принципе все можно добавлять сюда помидоры добавляем помидоры все хорошенечко перемешиваем и также тушим минут двадцать девочки мальчики снимаю для вас баклажаны и одновременно еще тут делаю огород как четыре руки работа кипит куда деваться надо делать быстрее 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 не хочу растягивать на несколько дней сразу закрутил все и забыл кому интересно как я делаю огород посмотрите недавно было видео я крутила огурцы помидоры то же самое только в перемешку нет еще цукини и болгарский перец все что есть все понапихала в банке закрутка эти маринады точно такие же как на огурцы очень вкусно получается так у нас кипит 10 минут 20 уже тушится все делается я думаю можно добавлять болгарский перчик все сюда тряхиваем и тушим также минут двадцать все хорошо у нас здесь перетушилось теперь можно добавлять сами баклажанчики как вот так всегда когда в неудобной посуде режешь у меня все занято так пусть будет с горкой вот здесь вот у нас в кастрюле баклажан они как губка сейчас они осядут их станет меньше хорошенечко все мешаем вот видите они уже начинают проседать немного и стараемся в это время начинаем уже мешать сейчас они побольше просят и будут мешать уже намного удобней вот видите у нас оседают все больше и больше баклажанов и мешать уже гораздо удобнее сейчас они побольше размякнут и мы будем добавлять соль сахар сюда пока еще рановато сок отделяется видите какой запах стоит обалденный вот этом будем мы тушить примерно час все это тушить долго потому что без уксуса все хорошенечко нужно перетушить чтобы у нас банки не вспухли не взлетели чтобы все было хорошо так на этом этап можно добавить соль и сахар на то количество продуктов которые я делала сегодня мы добавляем 3 столовые ложки с горкой соли вообще нужно пробовать всегда смотрите как вы любите чтобы посолонее было нет пробуйте делайте на свой вкус я делаю примерно вот так 3 столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахара сахара сахар я всегда кладу при консервировании больше чем соли потому что сахар раскрывает вкус наших продуктов так все хорошенечко мешаем и далее мы будем тушить под крышкой до готовности за 10 минут до выключения наших баклажанов мы добавим чеснок и кинзу смотрите у нас здесь все перетушилось сейчас мы добавим кинзу и чеснок еще потушим минут десять и закручиваем стерилизованные баночки крышки я поставила стерилизовать очень вкусно получаются баклажаны особенно мне нравятся они в холодном виде их можно на черных ледушка намазать безумные вкуснятины просто неприличные вкусные блюда либо так можно просто кушать добавляем наш чеснок есть кинзу еще 10 минут и готово вы можете вообще представить какой у меня запах стоит на кухне обалденный я даже маленечко оставлю чтобы сейчас поесть не буду все закручивать можно маленькую тарелочку оставлю потому что уже просто и сил не отцепить так вкусно хочется сейчас попробовать и и и и и